здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор танков наш любимый граммир танков от реста гейм сегодня у нас на обзоре средний шведский танк 10 левела юдос 15 дробь 16 проходная прокачиваемая ветка вот такой вот луноход какой-то прям даже более чем современный танк прежде чем продолжим обзор конечно же прожми лайк под этим видео подпишись на канал если до сих пор это не сделал но мы с вами отправляемся смотреть бронирование юдос 1516 погнали итак господа коллижная модель нашего юдуса увижу какой-то желто-зеленый в основном бронит на не здесь вообще нету ну давайте смотреть правильно его поставим все поставили будем на не считать вот это центральная часть это нлд это влд это верхняя часть влд нлд в приведенки у нас всего лишь 102 но имеет хороший угол наклона брони системы пишет рикошет центральная часть 80 миллиметров приплыли вообще картон влд нижняя до приведенки у нас 122 ну такое себе тоже то есть центральная часть вот это вот влд но ребята нас абсолютно суда восьмерки пробивает легкого отчету говорить о 9 10 теперь самая верхняя часть влд вот это самое интересное приведенки 206 и везде сплошной рикошет не пробьете сто процентов по правил трех калибров только пушкой от 150 миллиметров здесь можно нести урон теперь касаемо башни башня тоже имеет лютый наклон у нас по броне и выходит так 330 37 303 ну как для ст даже пусть 10 вл 300 с лишним в башне но это круто здесь вообще 900 здесь там 800 лючок есть 224 но настолько тоненький и маленький еще у такой лючок 200 но он еще тоньше у него попасть еще сложнее короче в эти люки очень тяжело закидывать а вот броня в башне крутая маска орудия 450 500 есть щели в 280 но они настолько тоненький что в жизнь туда не попадет боковое бронирование приведенки до 75 может лед танковать от борта может если не перекручивать перекрутили сразу будто вот еще держит для а вот уже сейчас нет главное не перекручиваете за счет рикошета можно танковать но будут подставлять вот эту щеку ну здесь тоже кстати рикошет так что от борта можно только аккуратно вот так так давайте смотреть орудия данного агрегата 10 левел вот альфа 440 как для ст вполне себе годно 254 пробитие на основном 310 на голде хорошо заряжается менее 10 секунд 9 и целых четыре десяток для такой альфы но в принципе сносно а 2 800 дпм 035 точность могло бы быть и получен удала на 2 и 2 секунды время сведения в принципе в принципе альфа решает вот на им про эту пушку такой эпитет скажем теперь по полевой модернизации помним наше бронирование центральной части нижнего vld и здесь бы наверно он принципе на месте достаточно знатно крутится вот здесь прокачать лучше повышение жизнеспособности модули здесь от разброс при движении ходовой важно важно даже не знаю здесь но я получу бы точность качнул бы антибликовую маскировку фар в пятом блоке здесь к обзору здесь максимальной скорости вперед жиклера крупного сечения в восьмом блоке прочности ходовой скорости ремонта ходовой здесь ничего бы не качал а вторым бы слота взял бы естественно разведку явно не живучесть я никогда не буду на этом танке играть с закалкой соответственно 2 комплект оборудования можно собрать там вместо например не знаю вентилятора поставить просветленку второй слот для каких-нибудь там карт про хоровых малиновых и все такое вот по оборудованию в основной слот турбину а досал и вентиль по снарядам основной у нас подкалибер летит косарь кумулятивный снаряд голдовый летит 840 не самая жирная скорость полета снаряд такая средняя но сойдет по снаряжению ремка аптечка автоматическая гнетушитель три члена экипажа перки наблюдать перед собой в таблице по плюсам минусам машин у нас есть пневмо гидро не знаю подвеска да у нас увн и казалось где их тут взять нет есть за счет корпуса 13 градусов а мы помним да какая у нас интересная башня если мы будем на с такой броней в башне играть детный летит от увн мы превращаемся просто в лютую имбу и это круто скорость полет снаряда средняя но принципе пробитие неплохое самое главное сочная альфа так что в связке с увнами будет прям бери без дпм подрос до 3 200 заряжается пушечку у меня 823 а могла бы ну почти 8 секунд у меня просто как всегда экипаж не переобучен на данную тачку на 100 процентов по хп у нас 1950 и как для стэшки это можно сказать даже жирно по мобильности 55 период 27 назад почти 21 лошадь на тонну нормально у нее подвижность не скажешь у прям супер резвый ну как для ст сойдет по незаметности 22 процента перк незаметности вашего экипажа отсутствует танчик очень низенький и до тридцати четырех процентов его точность заметность можно раскачать обзор 405 слеповатый он как для стэшки ничего с этим не сделаешь опять же скорее всего из-за низкого силуэта ребята интересная машина с интересной броней с интересным орудием с наличием шикарных у и предлагаю же отправляться в бой давайте посмотрим а что собственно юдус 15-16 собственно умеет поехали так господа обзор боем юдус 15 дробь 16 средний шведский танк 10 левела проходная прокачиваемая ветка так вот думаю куда бы нам податься на подвижность конечно не самое у нас лучшее что есть а и 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 дамушкам тусует не, в дефе все сидят даже не высовываются блин, у нас все плохо а на флангу я не могу интересно и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...